Я теку. Ну вот, а шот ваншотнулся. А теперь, я думаю, надо взять тушь. О боже мой, она очень холодная. Прямо посередине. Всем привет! Настало время годного контента на ютубе. А впрочем, ничего нового. И сегодня в рамках рубрики «Годный контент на ютубе» я решила засунуть всю свою косметику в морозилку, оставить ее там на 24 часа и проверить, что будет, если сделать макияж замороженной косметикой. Вы знаете, я видела на ютубе многое, но такого бреда я еще не видела. Я видела, как люди снимают челлендж «Холодная, горячая, раскаленная, дроппи» или «Холодная еда». Я видела большая маленькая тарелка. Я видела огромное количество видео «Выбери правильную дверь, чтобы выжить». И знаете, вот эти вот видео, вот эти вот все видео, которые ты постоянно смотришь, ну, я их смотрю, потому что нравится мне. Просто давайте запихнем в морозилку всю мою косметику и проверим, что же из этого получится. Так что, что же из этого получится? Сегодня, в этом видео, это будет проверка. Проверка морозильной косметики. Пожалуйста, поставьте лайк. Что ж, прежде чем мы начнем этот сомнительный, странный и великолепный одновременно эксперимент, обязательно подписывайся на мой канал, тык, включай себе уведомления о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. И мы начинаем. Ах да, меня, кстати, Лиса зовут. А еще подписывайтесь на мой инстаграм, потому что для меня это очень важно. И я буду очень рада, если увижу моих любимых подписчиков с ютуба, также в инстаграме. У меня выскочил прыщ прямо на лбу, прямо посередине. А знаете, почему он выскочил? Потому что после Нового года в доме осталось просто дохрена конфеты сладкого, и я это постоянно жиру. Я обычно не ем сладкое, но сейчас я просто не могу не есть сладкое, потому что его слишком много, его кто-то должен съесть. Кто, если не я? И я его ем, и у меня мистер прыщ. Очень нежеланный гость в виде прыща. Фу, это полный отстой. В общем, надеюсь, что техника замороженного кушона, техника замороженного тонального крема перекроется. В общем, сейчас мы вместе с вами и посмотрим. Если прыща не будет, значит, работает. Если прыща станется, ну, какая-то факовая хрень. Да. Давайте-ка начнем теперь проверку с кушоном. Этот кушон я уже показывала в моем видео, где я делала обзор на косметику из Кореи, на странную косметику из Кореи. И этот кушон тогда проявил себя лучшим образом, поэтому надеюсь, что сегодня он проявит себя не хуже. Давайте посмотрим на его замороженный вид. Конечно же, самое интересное будет здесь. И, в общем-то, я не вижу на этой губке какой-то изморозе. Единственное, что я понимаю, это то, что она реально примерзла, и губка стала не такой мягкой. Послушайте, может быть, вы поймете, чем я говорю. Как будто ногой в снег заходишь. И, по-моему, оно совсем не набирается на губку, что естественно, потому что все замерзло. Ну, ок. Я не знаю, насколько это будет хорошая идея, потому что, скорее, сейчас это будет таять и будет мразотно. Но, блин, это так приятно. Это такие приятные ощущения. Обалдеть, а у меня еще, короче, глаза немного болят, но они горят, потому что кто-то пересидел за компом. И вот эта вот холодная штука, это просто вообще топовая фигня оказалась. Ну, если только, конечно, все не пойдет по одному месту после того, как я сделаю макияж. Причь нифига не закрасился, поэтому делаем вывод, что замороженный кушонт полный отстой. А еще он лежит каким-то полужирным блеском, и я подозреваю, что через несколько минут, когда все это окончательно растает, возможно, все потечет. Знаете, как говорится, все течет, и я теку. Пойду сейчас возьму следующее средство. Давайте возьмем с вами, давайте возьмем с вами, давайте возьмем с вами. Давайте возьмем с вами следующее средство для бровей, и я вернусь с рассказом. Я не знаю, что в холодильнике у вас, а у нас здесь, ну, ложки, много ложек и много сиропов, но это не важно. Важно то, что я достану дальше. Я достану штучку для бровей. Две. Здесь у меня два средства. Помадка для бровей, которую я обычно использую, помадка-трансформер. И здесь у меня еще вот такой вот гель для бровей, так что начну сейчас с помадки, потом перейду к гелю, и пока буду красить, пытаться. Для начала бы набрать было неплохо, а ру, оно вообще не набирается. Буду тыкать. Ну, надо заморозить косметику и попробовать, потому что если люди едят еду замороженную, то почему бы не заморозить косметику? Так и рождается контент, который г-г-г от слова г-гениальность, гениальность, да, гавниальность, я хотела сказать. Шутки шутками, вот столько этих видео уже пересмотрела, что отвечаю. Я скоро уже сниму видео, большая, маленькая или средняя палетка теней, или красимся расплавленной, холодной или нормальной косметикой. А всем прессами Тимон, и мы реально в этом видео постарались. Вот это жесть. Ими вообще нереально накрасить, потому что оно нифига не красится, ля, чтобы подъелаться. Если вместо рисунки появится Ашот Ваншот, то прошу меня, пожалуйста, не видеть. Это не моя вина, это все замороженная косметика. Ору просто, оно вообще нифига не тушуется. Ровно не наносится, получается какая-то лютая хрень. Но я постараюсь. Ни хрена не рисуется, а я думала, что будет рисоваться в полном серьезе. Вы видите, да, на что тон похож? При том, что этот кушон я достаточно сильно хвалила, ибо он мне безумно понравился, но... Ашот Ваншот версия 2. Ну вот, Ашот Ваншотнулся по полной. Оу, шит, вы посмотрите, какая жесть. Вот когда оно немного сейчас оттаяло, стало гораздо лучше наноситься. Но в целом, да, не особо было, не особо. Новый год закончился, но выходные еще идут, поэтому расскажите о том, что же вы получили на Новый год. Получили вы те подарки, которые вы хотели или нет? А я тем временем напомню о том, что мой магазин беру.ру, который вы можете носить по ссылке в описании, предлагает для вас просто огромный выбор классной косметики. Ну, точнее, не магазин предлагает, а я предлагаю, потому что именно я формировала список товаров, которые вы там увидите. Там будет очень много классной декоративной уходовой косметики. Там есть косметики европейских привычных нам брендов и моих любимых корейских. Обязательно зайдите в этот магазин и посмотрите, что же там есть, потому что я уверена, что вы найдете для себя очень много всего интересного. Я считаю, что несмотря на то, что Новый год уже позади, праздники продолжаются. А это что значит? А это значит, что есть повод себя порадовать. И, конечно же, если вы уже делали заказ в этом магазине, обязательно расскажите об этом в комментарии, что вы купили и понравилось ли вам. Кстати говоря, вы сможете получить еще больше скидок, если введете мой провокод, а выглядит он вот так, LISO5. Обязательно заходите, посмотрите, что там есть, и если вам что-то понравится, обязательно покупайте, потому что цены гораздо ниже, чем в других аналогичных местах. Почему? Потому что цены формировала я, ну, точнее, не без моей помощи. Да. Ссылочка в описании. Кто вообще придумал этот бред? Hello, my name is bro lover, потому что только истинный bro lover может позволить себе сделать вот это вот. И lover не от слова лавровый лист, нет. Это типа любовник. Не, ну я, конечно, не знаю, как вы, а вот я, например, просто в шоке. Что за бред здесь происходит? И поэтому, чтобы было еще больше бреда, я воспользуюсь щеточкой для бровей. Вы знаете, вот мы тут пока с вами шутки шутим, не смешные, ну, точнее, я шучу, а вы не смеетесь. А я поняла, что при помощи этого странного лайфхака средство-то, которое у меня было, оно на бровях стало смотреться гораздо темнее, чем обычно. Я не знаю, что это странное воздействие температуры на цвет средства, на пигмент, но факт в том, что мои брови выглядят, блин, темнее, чем они выглядят обычно при помощи этого средства, которым я и так постоянно пользуюсь. Ради интереса, если вы такие же отбитые, как я, засуньте в морозилку, короче, ваше средство для бровей, потом расскажите мне, оно стало таким же темным, как мое или нет. Я не знаю, зачем вам это надо, но я не знаю. Здесь я вообще никакой разницы не вижу, кроме того, что я как будто себя снегом обмазываю, но я себя обычно всегда снегом обмазываю, просто в этом году снега нет, и все норм. А еще пятна остаются, ну, как бы, потому что средство заморожено, поэтому пятна есть, денег нет. Интересно, что станет с палеткой. Ну, наверное, с ней ничего не станет, но не попробуешь, не узнаешь. Пожертвовал моей любимой палеткой, понимаете, мой любимый. Палеточка теней. Холодная, неприятно держать. Не думаю, что здесь будут хоть какие-то изменения, в отличие от всего остального, но не попробуешь, не узнаешь. На ощупь тени холодны, но не скажу, что это прям мерзлячий лед. Давайте сделаем сводчик для начала. Ну, сводчик, в принципе, такой же, какой и есть. Если все будет по плану, я не буду долго базарить, я просто нанесу тени, и все на этом. Но сейчас мы проверим для начала. Опа, а пигмента-то-то нифига нету никакого. Ну-ка, а если вторая попытка? Так, пигмента нихрена нет. Давайте возьмем чуть-чуть более яркое, красивое. Например, возьмем вот этот вот желтый цвет. Он обычно прям ядреный, посмотрю, что сейчас будет. Блин, а что тени реально пигмент потеряли? Я не думала, что как-то мороз может повлиять на них. Но они стали однозначно менее пигментированные, более блеклые и более тупо наносятся. Хотя обычно этими тенями я мега довольна. Что это за вообще хрень получается на глазах? Хрень на глазах, хрень на глазах. Это мое первое имя. Так, ладно, попробую растушевать желтеньким. Может, что-то да получится, но походу нихрена. Все очень-очень плохо. Не портите тени. Вот портить вашу срезу для бровей можно. Тени не запихивайте в морозилку. Отстойная история. Ну, хайлайтеру вообще один хрен. Ему просто ничего. Хайлайтеру пофиг. Хайлайтер это великая вещь. Видите, все плохо, хайлайтеру хорошо. Вывод. Хайлайтеру хорошо, когда всему остальному плохо. Раз ложек много, я воспользуюсь ими. Достанем сияшку. Ой, она прям превратилась в лед. Холодный сиреневый пурпурный хайлайтер. Давайте проверим. Бахнем сюда. Ай, как неприятно. Очень холодно. Фу. Похоже на скисшее, разлившееся молочко. Ладно, молочко, я нанесу тебя сюда. Насколько ты будешь с кислым? Да, превращается все это не просто в кашу, в молочко, а в, знаете, такой кисломолочный прокисший продукт. Ладно, хайлайтер все еще сияет, но ощущения фу-фу-фу очень плохие. Хотя этот хайлайтер я хвалила, что пипец, в видео, где делала обзор на эту косметику. Потому что было круто. Но после заморозки круто не стало. Но знаете, что самое стрёмное? Когда косметика, блин, полностью разморозится, что будет просто, что? Я в тирадакальтель. А-а-а! Так, теперь нужно взять румяшечки. Возьму румяшечки. Мне было очень грустно вот это делать, запихивать кота в морозилку. Знаете, это ужасно. Ужасное злободеяние, злободневное зло. Охренеть, посмотрите повнимательнее. Смотрите, смотрите, вот сейчас вот вы офигеете. Видимо, наконец-то что-то интересное происходит. Посмотрите на кромку. Она такая, как будто бы светло-бело-розовая, да? Но то, где я сейчас потыкала, стали более розовым. Это что, это типа ини или что это? Блин, реально, смотрите, я тычу. Снег сходит, остается только цвет розовый там, вот внутри который более яркий. Балдеж. Не знаю почему. Странные вещи, которые орятся. Фига, вообще румянца нет. Слушайте, я реально обратила внимание на то, что какие-то сухие текстуры, они хуже накладываются. Прямо гораздо хуже накладываются после воздействия температуры. Эти румяны были очень-очень лёг, потому что они из той же серии вот этой вот косметики. Опять-таки, да, возвращаемся к корейской моей той распаковке видео со странным косметосом. Но, блин, чё-то, чё-то здесь не то. И они как-то нанеслись вот пятно, и я не могу нифига его расшибать. Пятно! Ну ты шо? Просто жесть. Теперь я вот сюда вот на мазюкала, и выглядит фу. Я не клоун, сбежавший из цирка. Я просто потерянный, потерянный клоун. А теперь, я думаю, надо взять тушь. О, боже мой, она очень холодная. Она холодная, как кусок ледовой палки. Наверное, сейчас будет самая жеп, как она жепная. Да, всё в комках. Всё в комках, но не я. Я не в комках пока ещё. Пробуем. Вот буду орать, если тушь сейчас станет просто в 10 раз лучше, краше, чем была. И наноситься станет легче. Кстати говоря, про нанесение. Очень приятно. Но тушь это очень не очень. А прикиньте, она сейчас растает, и всё потечёт. И у меня будет просто чёрная река под глазами. Вот будет хрень какая-то. Нет! Нет, не тай, пожалуйста. Я прям чувствую, как с каждым прикосновением ресницы к этой щетине, оно всё тает. А это вообще не круто. Неприятные ощущения. Ой, нет! А чё, они вроде неплохо. Кстати, смотрите нижние ресницы как. А нижние ресницы-то стало очень удобно наносить. Я, конечно, может быть, упарваюсь, но надо будет запихнуть другую тушь, любую просто рандомную. Во! Я придумала, что я сделаю, но это я делать уже буду вынести, потому что на ютубе я просто не смогу такого-то подставить. Короче, я возьму две одинаковые туши, которые у меня будут. Я не знаю, какие, но у меня точно есть дубляжи. Одну, короче, я запихну в морозилку на 24 часа, другую оставлю в обычном состоянии. И через день попробую нанести один глаз 24 часа, другой глаз обычный. И посмотреть, что же получится. Мне кажется, на самом деле результата не будет никакого, но почему-то мне сейчас кажется, что тушь стала круче наноситься после того, как я впихнула её в морозилку. Правда. Есть такое субъективное ощущение. А ещё, возможно, я, конечно, люто туплю, но как-то мне показалось, что тушь наносится гораздо проще, то есть без каких-то комочков. Я прям сейчас так смотрю и мне нравится, определённо нравится. Вот это было прикольно. Ну, давайте возьмём помаду вместе с карандашом. О, это у меня, оказывается, тут ещё стрелка-подводка была, я забыла о ней. Ну, ладно, сделаем стрелку и помаду. А вот знаете, если сейчас из жрицы-кривострелочницы я вдруг превращусь в мастера красивых стрелок, то это всё заслуга исключительно морозилки будет. Но шансов на это очень мало, поэтому просто пожелайте мне удачи. Вы знаете, к этой стрелке можно предъявить очень много вопросов, начиная от того, что с этой стрелкой не так, заканчивая, почему ты взяла зелёный цвет. Если честно, я даже не знала, что у меня зелёная подводка, я думала, она чёрная, я просто впихнула её. А сейчас я читаю, здесь написано, блин, джангл, грин. Это было ужасно непросто рисовать, потому что она вся просто нажимаешь, не рисует, нажимаешь, рисует сильно. И вот найди между этим баланс. Найти баланс всегда трудно, а вот это было просто жесть. Поэтому вторая стрелка, и я просто без комментариев продолжаю дальше, потому что это тяжело было. Вообще прикольно выглядят зелёные стрелки, я сейчас так смотрю, вроде неплохо выглядит. Короче, пока я рисовала стрелку, смотрите, что я заметила. Посмотрите на мои верхние веки. Вы видите, тушь стала таять, и от того, что она стала таять, она стала ужасно пятнить. И у меня по всем верхним и нижним векам вот эти вот точки от туши. И капец, она сейчас, наверное, не до конца растаяла, а что будет, типа, через час. Самое время накрасить губы помадой. От помады жду много, потому что, мне кажется, она замёрзла просто нафиг. Но нет, выглядит как-то адекватно. Не знаю. Попробуем. Ой-ой-ой, это так неприятно. На холодная хрень, на губы, они же чувствительные. Фу! Ну да, рисовать гораздо сложнее и менее приятно. Но тушь меня бесит пипец сейчас. Я вначале говорила, что это классная идея, но нет, это хрень какая-то. Не обращайте внимания на законсервированную руку, она там лежит, ей там хорошо. Пудра! И да, одна тоже из моих самых любимых пудр. Да, губы такое ощущение, что у меня сейчас просто всохнут в ноль. Просто знаете, как будто они сейчас обледенеют, и изо льда сразу обратятся в прах. Такие неприятные ощущения. А пудра, как и все остальные сухие текстуры, о которых я говорила, перестала меня радовать. Хотя это моя самая любимая пудра. Это моя самая любимая пудра. Обожаю эту пудру. Она из Японии, я о ней рассказывала видео с японской косметикой. Не путайте видео с корейской косметикой и японской косметикой на моем канале. Там вообще все разное. Но сейчас она не топовая ни хрена. И я думаю, если вы смотрите мой канал и видели мои другие видео, вы понимаете, что обычно после этой пудры лицо просто какой бы то макияж хреново ни сделало, становится макияжем на миллиард. Сейчас это просто макияж на... Мне жаль, что вы это услышали. Пора бы на этом канале снимать видео большая маленькая средняя палетка челлендж, потому что, ну, как бы нужно развиваться. А развитие, оно в трендах Ютуба. Обязательно делись этим видео со своей подружкой. Но пусть она тоже будет в курсе происходящего. Вдруг она однажды такая подумает, решит, Может быть, мне стоит запихнуть мою косметику в морозилку, а ты ей покажешь это видео. И она такая, ой, спасибо тебе большое. И полюбить тебя еще сильнее. И я тебя еще сильнее полюблю. И вообще, любовь, мир, дружба, жвачка. У меня наше татуировка, которая обозначает любовь. И на руках сердечки. Любовь это важно. Любовь побеждает добро и зло. Потому что любовь выше всего этого. Всем спасибо за просмотр. И всем пока-пока. До новых встреч. Это корейская косметика. От местного Деширака. Такое высокое чество у человека. Это вот такой вот тон с котиком. Как вы думаете, что это такое? Они реально красные, вааай.